Музыка Здарова народ, новьё подъехало, рад вас видеть Это интро было сделано в 3D Вообще эти декорации банка я скрафтил для того, чтобы создать небольшую фотоисторию с Моргенштерном В интро вот эти кадры красные, просто ради стилизации Но на самом деле они в цвете и выглядят естественно круче Чуть позже вы увидите их в полном формате и сам процесс создания И также я возьму вот эту вот фотографию из его инсты и прокачаю как надо в этом же декоре Смотрите видос до конца и увидите результат И да, за основу я буду брать стоп-кадры из его клипа Пабло и превращать в новую историю Тема видоса – ограбление банком Интересно? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и смотри это видео до конца Итак, для начала из примитивов типа кубов, плоскостей и тому подобного я начал строить локацию Изначально хотелось сделать банковское хранилище с ячейками, большой дверью и отдельным помещением с золотыми слитками и кучей кэша На самом деле до того, как я начал строить, я пересмотрел много картинок из гугла и пинтерест с подобными локациями, чтобы примерно понимать, как это все может быть устроено Более того, я даже искал фильмы про ограбление банков и высматривал локации там Поэтому процесс изучения тоже занимает прилично по времени Зачастую такие помещения симметричны, поэтому достаточно было сделать одну сторону и просто потом ее отзеркалить и сделать другую стену напротив Хотелось создать дорогой интерьер, при этом с необычными элементами в колоннах я решил использовать листы металла, а как обрамление это темный хром В процессе работы потихоньку добавлял свет, чтобы смотреть, как выходит объем И на самом деле, после добавления потолка и пола, картина начала вырисовываться Когда дело дошло до главной двери в сейф, я решил использовать бесплатную модель, а не делать ее сам, так как только на моделирование одной двери у меня ушло бы неизвестно сколько времени Да и в целом, если вы делаете сцену, в которой есть реальные предметы, такие как стол, стул, то не имеет смысла тратить время на их создание, так как в интернете полно ресурсов, на которых вы можете найти бесплатные модели Все это вы можете использовать в своих проектов и большая часть из них без авторских прав Когда дверь была установлена, я также зашил стены по бокам металлом, но уже немного другим Попробовал сделать потолочный свет и потом перешел на второе помещение хранилища Обычно после таких дверей стоит еще металлическая клетка с дверью как дополнительная защита и также перед самой дверью, но я ее сделаю чуть позже По наполнению второго помещения все просто, много полок, много денег, золото и по бокам ячейки И да, я знаю, что такие хранилища могут быть огромными, но я нашел пару примеров, в том числе фильм, где помещение за дверью примерно такого формата И мне как-то больше понравился вариант небольшого помещения И кстати, в итоге на потолке я решил сделать не панели, а люминесентный свет в трубках Затем у меня по плану было доработать стену и повытаскивать ячейки, чтобы создать ощущение того, что там покопались, да и в целом надо суеты навести вокруг Ограбление все-таки Для этого я просто смоделировал один ящик и потом раскидал его по всей плоскости Также поступил с деньгами, золотом, это просто примитивы, которые я размножил Затем я замоделил еще одну решетку перед сейфом и выломанную дверь Потом добавил столы, стулья, ну и в виде декора картины на колонны и каменные головы на подставках Также в итоге решил использовать красный свет, как основной, чтобы это подчеркивало атмосферу ограбления И так подготовительная часть закончилась Теперь я открыл клип Моргенштерна Пабло и сделал оттуда несколько скриншотов Это, кстати, все из последней сцены А теперь это все нужно интегрировать в новую локацию с банком Логика достаточно простая, сделать рендеры с нужными ракурсами и подставить в фотошопе Дорисовать свет и в целом доделать картинку Но сперва я сделал быстрые грубые навроски, чтобы понимать общее направление дальнейшей работы Ну и только после предварительной подгонки я делаю все на чистовую Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и напоследок фотка из инстаграма со съемок этого клипака Тут качество исходника уже получше, соответственно, общий размер фотки будет выше Для этого кадра я поставил в центр зала кучу денег Немного слитков и сверху еще рандомно раскидал купюр Но самое главное это пластинка с обложкой альбома, которая будет по центру И также винтовка И остальная работа уже в фотошопе Единственное, в этом кадре я решил изменить общий цвет и температуру на холодный По мне так смотрится круче, но конкретно в данном случае Если понравилась тема, запилите лайк под видосом Подписывайтесь на канал и напишите в комментариях Какой клип и артиста сделать в следующий раз и на какую тему Мне кажется, это крутая рубрика Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...